Музыка Незадолго до войны молодой лейтенант советского флота Алексей Лебедев написал очень значимое стихотворение, называлось оно «На траверзе Гангута». И судьба распорядилась так, что в ноябре 1941 года именно у мыса Гангут лейтенант Алексей Лебедев погиб на подводной лодке Л-2. Из мглы, которой мир окутан, сверкнули красные лучи. Маяк на траверзе Гангута мне открывается в ночи. То не прибой в протоках шхерных гудит, как отдаленный гром, то в море вышел флот галерный на курс, указанный Петром. А он, камзол промокший, сбросил, и под рубахою простой стук сердца в такт ударом весел галеры, двигающих в бой. И все левее, все маристий в обход чужого корабля отводит румпель твердой кистью матрос, стоящий у руля. Минуя бриги шведов с фланга, не рвется ветер в небеса, и на эскадре у Ватранга мертво ж телеют паруса. И заревели в лете ядра, и с пламенем слилась вода. На Ореншильдову эскадру рванулись русские суда. Труба, сигнальное трезвучие, мгновение еще продлись, и когти абордажных крючев, фрегаты шведские впились. Вперед! Лишь это слышит ухо, пусть смерть разит идущих в бой, не то к маядраме, но духом от той стрельбы пороховой. Уже вдали мы, еле-еле, короткий блеск взрезает тьму, но на маяк проложен пелинг, и место взято по нему. И впереди у нас минуты, когда за жизнь страны своей пройдем мы шхерами Гангута и тысячу иных путей. Сегодня Россия отмечает день воинской славы, день победы российского флота при Гангуте. Гангутская победа стала первой стратегической нашей большой победой на море, которая, в общем-то, переменила весь дальнейший характер Северной войны, то есть войны за выход России к берегам Балтики. К 1714 году, в котором состоялась Гангутская победа, Россия уже отвоевала Приневье, уже мы, в общем-то, захватили господство в Финском заливе, но шведы нам еще перекрывали выход в Южную Балтику, и вот этот прорыв Балтийское море, он стал главной задачей Петра I в 1714 году. Для прорыва был сосредоточен большой грибной флот в составе 99 галер под командованием самого Петра I и генерала-адмирова Апраксина. И вот этот прорыв должен был пройти у мыса Гангут, который венчает полуостров Ханка. Там стояла мощная корабельная шведская эскадра в составе 15 линейных кораблей под командованием адмирова Ватранга, чтобы не пропустить прорыва наших галер. Но Петр I действовал очень хитро. Вообще вот Гангутское сражение – это такая вот шахматная партия, в которой делались очень интересные, очень такие необычные, хитрые тактические ходы. И в ходе вот этих вот ходов Петр I наголову переиграл шведского адмирала. А мы построили и переволоку через узкую часть полуострова. Когда шведы клюнули на это и перебросили к этой переволоке отряд контр-адмирова Эреншельда, Петр решил прорываться мимо шведского флота. Причем вначале прорывались мористия шведских кораблей, а когда шведы отошли подальше от берега, чтобы не допустить прорыва второй части нашего флота, то уже Петр I с Сапраксиным прорывались прямо между шведским флотом и берегом. Это было, конечно, очень рискованно, но вот этот риск был оправдан, и он полностью удался. Шведы ничего не могли сделать, было одно попадание в нашу одну галеру, и то у капитана этой галеры ядром отбило каблук у Батфорта, даже его не ранив. Вот такой курьезный случай. После того, как галеры во главе с Петром I оказались за мысом Гангут, появилась возможность атаковать вот этот блокирующий шведский отряд адмирала Эреншельда. Причем весь огромный шведский флот ничего не мог сделать, потому что, во-первых, был полный штиль, они не могли под парусами идти, а во-вторых, это были уже знаменитые финские шхеры, где очень много камней, всяких там узкостей, и где большие корабли не могли бы пройти. И вот шведы тоже, конечно, не заняли оборону, причем очень выгодную. Эреншель был опытным адмиралом, но ничего поделать он не мог, и наши его атаковали. Надо сказать, что грибцами на наших галерах все сидели не невольники, не какие-то каторжане, как во всей Европе, а сидели солдаты. В частности, сидели солдаты лучших полков России, это Преображенского и Семеновского полка. Во-первых, они грибли, как и лучше, потому что они, как сказать, люди не подневольные, а были заинтересованы в успехе сражения. А во-вторых, когда галеры подошли уже вплотную к светским кораблям, грибцы, взяв в руки ружья, тоже приняли участие в абордажном сражении. Вот этот абордажный был очень ожесточенный, пушки били в упор, и даже в хронике осталось такое выражение, что людей убивало не только ядрами, но и вот эти вот пороховыми газами, которые, как писали, пороховым духом разрывало, который вырывался из стволов орудий. Реншельд дрался до конца, был ранен, только поэтому уже положил свою шпагу перед нашими офицерами. Все до единой шесть галер были захвачены, и был захвачен 18-пушечный бриг, иногда его называют прам-элефант. Вот эта победа обеспечила нашему флоту выход в Балтийское море, и не только выход в Балтийское море. После этого, уже даже в 1714 году, мы произвели первую высадку десанта на территорию Швеции. То есть Северная война с нашей территории была уже привнесена на территорию Швеции, и это означало, что победа в Северной войне будет за нами. Что и произошло в 1721 году, когда был заключен знаменитый нештатский мир, согласно которому Россия получила выход к Балтийскому морю и уже готовый к тому времени созданный Петром I Балтийский военно-морской флот. Память о Гангуте сохранялась у нас всегда. В Петербурге находится церковь Святого Пантелеймона. Это день, когда была одержана Гангутская победа. В русском флоте и в советском были корабли с именем Гангут на борту, и мы верим, что скоро в нашем современном российском флоте также появится новый ракетный корабль Гангут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова